следующий доклад наш доклад это взлом теперь и что вы можете не спрашивайте что вы можете делаете бедем спрашивайте то что вы что теперь мы уже был для вас и расскажет наш гость андреас аплодисменты всем привет меня зовут андреас я буду презентовать вам мои мои штуки на проект т.п. это моя ссылка на мой гитхаб вы можете найти там то что я делаю в конце вы все равно увидите ссылку full disclosure я работаю над теперь вами и мне платят за то что я работаю там также я являюсь частью trusted computing group однако я начал работать с tpm около пяти лет назад и на тот момент это был еще версия 1.2 и я пытался сделать чтобы что-то заработало для меня но не очень хорошо поддерживалось ipi иногда было не очень удобно работать с этим и затем меня позвали работать на тсс и около пяти лет назад и после и после поддерживания на затем я поддерживал на гитхабе как результат результат всего этого я хочу представить вам то что я хочу представить сначала я расскажу что такое теперь небольшую вводную затем мы поговорим о защите креденшалов затем как вы можете работать над этим и потом будет демо будет класс веселая сессия я решил сделать некоторые демо и я решил что я буду копировать весь всякие скрипты и в мою виртуальную машину сразу конечно не работает я должен был вот это но здесь и сейчас когда-то время от времени мы будем делать это live демо что такое теперь теперь это такой чип безопасности который припаян на вашу материнскую плату и благодаря microsoft которые предоставили нам эту вещь и благодаря почти все компьютеры с windows сейчас имеют теперь лаптопы и они достаточно высоко сильно обезопасен и безопасен и есть общие критерии по которым вы можете в принципе доверять и были были файлы теперь файл так как в уязвимости таня и дэвид около двух часов назад таня и дэниел говорили об этом в своих докладе также он может этот чип может делать скрипта крипто график может хранить какие что-то и записывать хэш значение хэшей от загрузчика и что самое главное он пассивный и вы видите старый версию 1.2 теперь на теперь м это опасно ли теперь я наверно на прошлом конгрессе говорил что репутация теперь а была не не очень как не очень хорошая потому что рассматривалось как где им дерево устройство и в реальности это такие встроенные смарт-карты какого-то рода есть безопасный элемент в котором вашем находится вашем компьютере и также есть способности для тестации и проверки целостности не слушайте меня послушайте столмонта из гну фондашн они сделали вывод что теперь из 5 теперь он не является опасным и что нету нет никакой то безопасности что чтобы включать или не включать и ваш компьютер в принципе можно ее использовать каким образом он ее в каким-то образом заопровал кто здесь используется криптографию с открытым ключом я я так понимаю что почти все под подняли руки кто использует смарт-карты или юбики тоже да почти все кто оптимизировал этот процесс так чтобы просто ставить эту смарт-карту просто выхлопло было в лаптопе или используя юбики на но которые всегда находятся в компьютере не так много для вас не некоторых это примерно такой же уровень безопасности или который дает вам ттм вы также можете использовать просто тпм чтобы может быть удобнее может быть у вас уже есть тпм и вам не нужно беспокоиться потому что у нас уже есть в чем заключается идея по безопасности которые заключаются в тпм и смарт-картах в основном это разделяют разделяет на две части аутентификацию это доказательство обладания когда у нас запрашивается какая-то информация что и мы должны доказать что мы обладаем какой-то информацией а и также есть доказательство знания когда это что-то типа пароля когда нас спрашивают пароль мы по сути вводим пароль а доказательство обладания является обладает свойством что это нельзя скопировать из дубле сделать дубликат этого например есть если есть приватный ключ который лежит на жестком диске это предотвращает это если когда есть что-то не 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 копируемая когда только один человек может обладать этим в какой-то определенный момент и это добавляет дополнительной безопасности это особенно особенно важно на хакерском конгрессе что-то типа этого и некоторые люди могут хорошо распознавать пароли от записи видео как вы печатаете пароль на компьютере а доказательство обладания обычно это что-то типа вашей смарт-карты или бикина но может быть просто сконвертирована в доказательство обладания лаптопа степи м это два фактора это обладание этим лаптопом плюс знание пин-кода а что если вас взломали это основная проблема если для для всех обладание обладание если кто-то способен контролировать вашу систему в они могут более-менее использовать ваши данные для логина но поскольку нельзя копировать то вы временно связано с ограничены по времени для произведения этого взлома и нету шансов для хардблида потому что потому что любой любой эксплуат который может получить полный доступ или производить дамп памяти и в этой проблеме не может быть в случае степи м потому что потому что ключи не хранятся нигде на компьютере а используется теперь как вы используете эти дает защиту экшили на самом деле был один из то одно из по которым мы установили это чтобы использовать этот tpm to sss все что вам нужно это только всего лишь три команды я сейчас быстро покажу их я не использую симулятор теперь мне используя настоящий переключение между виртуальными рабочими столами это боль что мы сначала сделаем мы мы генерируем ключ или это используется этим tpm следующие команды мы мы сделаем самоподписанный сертификат первая так кастомная команда и вторая команда это обычно мы указываем энджин который использует выполнять наши карбюрографические действия и мы возьмем и используем это теперь мы у нас есть курл на самом деле курл может подключиться на самом деле может помочь нам подключиться к он может использовать опен сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс И поэтому я просто хочу сделать аутентификацию клиента, использовать клиентскую аутентификацию TLS и запросить эту страницу. Как вы можете видеть, это есть веб-сайт. Первый раз, когда я запустил эту команду, не мог поверить, что все так было, все произошло быстро. И я могу включить дебаг-режим, что мы видим всю коммуникацию с TPM. И мы увидим, что TPM выполняет клиентскую TLS-аутентификацию. Следующая же вещь, которую мы... Во-первых, почему я это делаю? Я только использовал TPM для только простых баш-скриптов. Когда вы используете баш-скрипты, то вы можете нанести туда свои пароли, а потом вы опубликуете на гитхабе, и это проблема. Другая вещь, которую я хотел бы сделать дома, это Reversed Proxy на Nginx и производить аутентификацию, и кто может, а кто не может, заходить на этот... использовать на этот веб-сервер. И так что меня не затронет какой-нибудь Heartbleed из будущего. Уязвимость типа Heartbleed. Если мы посмотрим в Science Enabled, конфигурацию Nginx, как мы видим, мы используем SSL-сертификат. Мы используем это ключевое слово engine. Мы указываем TPM engine. Из-за какого-то странного бага в Nginx, в котором люди из Nginx говорили, мы также должны указать сверху, что у нас будет этот движок. Теперь мы просто перезапустим Nginx. Теперь я могу... Теперь я могу зайти на... Попробовать подключиться к этому серверу с моей хостовой системы. Мы только что использовали TPM, чтобы аутентифицироваться из браузера. Теперь мы с обоих сторон можем подключиться к этому серверу. То есть этот сервер представляет этот сертификат из TPM. Другой, более сложный вариант, это использовать стандартный API, для которой общий API, который, например, используется для SmartCast. Также мы работаем как сообщество над этой вещью, и также, наверное, некоторые контрибьюторы здесь сидят в зале. Это, например, странность в установке всего этого. Нужно перезапустить это все из дома. Заметьте, что... Единственная вещь, которая реально устанавливается, это Shared Library, которая называется LePipim. В любом случае, мы... Для начала мы устанавливаем Python Pass, указываем переменную окружение, где хранить эту нашу базу данную. Мы инициализируем, и добавляем токен, и затем добавляем ключ. Окей, давайте посмотрим, как это работает. Выглядит неплохо. И теперь мы получили это... Мы получили определенную... Мы добавили этот ключ, как смарт-карту, но... Я хочу это использовать для того, чтобы производить аутентификацию с SSH. Я не знаю, как много людей используют аутентификацию через SSH по публичному ключу. Я бы сказал, что это почти все. Круто. Хаккерский конгресс. А кто не защищает... Кто использует пустой пароль для этого ключа? Для всех вас это может быть интересно. Все, что мы будем делать, это мы запустим SSH keygen. Я скопирую этот публичный ключ, скопирую на хостовую машину, и добавлю этот ключ. И обратно возвращаюсь в виртуальную машину. Виртуальный рабочий стол внутри другого виртуального рабочего стола. Прекрасно. Теперь мы можем залогиниться с помощью SSH. И... Тоже должно работать. Теперь нас спрашивают пин для смарт-карта, который мы начали назвал лейбл. Я ввожу этот пин, и теперь я залогинился, и это тоже работает. Чтобы сделать вещи еще более крутыми, я... Все, для чего... Все, для чего я использую SSH, я возьму публичный ключ, и я добавлю... Я добавлю это в мой GitHub аккаунт, этот ключ. И теперь это становится чуть более интересно. Я добавил вот этот SSH ключ. Да, я храню пароль в браузере. То, что мы сейчас здесь делаем, я... Я создал этот офигенный shell скрипт, который использует pkcs11.11. Я указываю гид SSH переменное окружение. И затем эта вещь... Вызывает pkcs11. Давайте попробуем склонировать какую-нибудь репозиторию. И вот теперь он спрашивает пароль PIN для TPM. И вот. Все. Мы склонировали репозиторию. Теперь мы можем... И попробуем сделать... Зачекавтить новую бренч. И теперь сейчас перейдем в... Зачекавтим новую бренч. И запушим обратно в этот репозиторий. И теперь мы запушили. Теперь мы можем зайти на... Теперь мы можем зайти на мой GitHub аккаунт и увидеть этот пуш в эту ветку, который был автентифицирован с помощью pkcs11.11 и TPM. Может быть, там будут какие-то баги, но я бы сказал, довольно юзабельные. Я бы сказал, что это все еще незаконченная работа. BitLocker. Как можно назвать это? BitLocker для Linux. И я засубмитил... Я отправил патч в Linux. Но... Я надеюсь, что однажды я отправлю эту работу в обратную. А идея в том, что... Идея в том, что... Можно использовать это для Lux или LibCryptoZetup. И... Когда... Есть несколько кей-слотов для зашифрованных ключей. И... И также зашифрованный... Зашифрованный хеддер с помощью KTF и пароля. Также есть JSON с разными хеддерами и кей-слотами, которые вы можете расширять на вашей Linux-машине. Что мы делаем? Мы берем наш ключ в Volume Key в неизменяемом... энергонезависимом пространстве. И... Мы храним этот Volume Key внутри TPM. И также... Мы храним различные мета-данные в хеддер и Lux. Теперь настало опять время демонстрации. Это бренч крипт-сетапа. И я собираю... Компилирую это онлайн в... Пока я рассказываю. Внутри... Внутри нашей виртуальной машины запущена просто обычная бунта. И я просто... Выбрал обычный LVM. То, что там было. Просто обычное шифрование диска. К сожалению, это до сих пор используется формат Lux1. К сожалению, нужно использовать конвертацию, которая конвертирует... Конвертирование диска с Lux1 на Lux2. И все будет ок. Мы скомпилировали это. Установили. Обновили initramfs. Следующая команда, которую я запущу, это... Единственная разница в команде. Это только... ...только... ...даш... ...черчик-черчик TPM. Флаг TPM. Это указывает на то, что мы используем TPM. Мы вводим существующий пароль. Вводим новый пароль. И вводим пароль, который... Используем пароль, который будет использоваться TPM. Осталось только все пять минут, так что я пропущу это. Она запросит меня пароль для TPM. Все, что мы видим, это у нас OK-слот для TPM2. Еще одна вещь, которую я хочу презентовать, это проверка целостности. Матю Гарретт... Это основано на работе Матю Гарретта, который он презентовал это на 32C3. И это... Я просто сделал реимплементацию от всего этого. Теперь... 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 Теперь настало время добавить... Достать ваши телефоны, открыть Google Ads Indicator или ваш любой ТОТП-приложение. И все будет работать, как и задуманно. На самом деле, я перекомпилировал заранее. Если в зале есть эксперты по GTK3, то... Пожалуйста, помогите. Да, теперь мы выставили... На каждой загрузке мы валидируем... Одинаковые... Они... Одинаковые ли значения... Приказ загрузки... То есть... Есть приказ... PCR... Разные значения PCR. И если у вас был... Если у вас было... Обновление ядра, то он у вас поменяется. Вы можете добавить этот ключ по QR-коду в ваше ТОТП-приложение и... Запустить нашу... Перезапустить нашу систему. Проблема... Проблема была с тема, что... Ладно. У меня есть номер... У меня есть номер... У меня есть номер из ТОТП-приложения. Правильный. И теперь вместо того, чтобы... Вместо... Плохой... Вместо плохого... На моего обычного пароля я ввожу пароль от TPM. Один, два, три, четыре, пять. Так... И... Мы загрузились. И это сработало с лаксом. Окей. Я надеюсь, это дало вам некоторое представление, что... Вы можете сделать TPM сейчас. Если вы хотите начать... Сделать вклад в... В эту... Нашу работу, можете присоединиться на наш GitHub. Можете прийти... Подойти ко мне, поговорить со мной, с... С... Моими коллегами. Можете посмотреть на файлы... ХД-файлы. Которые довольно важны. Это... Довольно... Недавно это FAPI. Я думаю, наверное, недели... Около недели назад. Пожалуйста, посмотрите. Посмотрите на это внимательно. Посмотрите на инструменты, которые... Которые идёт... Начинаются с... TPM2. Например... TSS2. Иисус. Различные мампинги. Ещё один совет. Бонусный совет. И если... Спасибо всем. Настало время вопросов. Спасибо большое. Сейчас время для вопросов. Так что у нас есть вопросы из интернета и вопросы отсюда, из зала. У нас та же самая майка. Вопрос от микрофона номер 4. Скажем, у вас есть ключи для энкрипшн в TPM, и у вас какое-то правительство влияет на компанию, которая строит TPM. Так что это меняет вашу мантру, которую вы говорите использовать TPM. В этом смысле нужно будет иметь оба ключей для декрипции люкс. Скажем, если будет торчер, вам всё равно нужно двойной фактор идентификации. Даже если у вас есть ключи, я им не доверяю. В зависимости... Да, это хорошая идея. Спасибо. Только вопросы, пожалуйста, не комментарии. Мне нужно использовать Windows, которые используют BitLocker. Вы думаете, что есть много шансов, что вы можете сломать BitLocker за ключи? Это очень сильно зависит от инструментов, которые вы использовали для этой цели. Инструмент, который я использую, и всё, что я показал, не является... Не устанавливает постоянные ключи. Кстати, PKCS11 устанавливает постоянные ключи. И ОТП в штуке используют какие-то ресурсы NVM. Кроме этого, нет ключей, которые будут удаляться. То есть вы можете взять и использовать их. Спасибо. Теперь у нас будет вопрос с интернетом. Если вы используете токены, как YubiKey, у кого есть нужда нажимать на кнопку, чтобы доказать Proof of Presence. Как вы можете сделать TPM? В данный момент нет. Но я надеюсь, что... Я надеюсь, что сейчас TPM уже использует встроенный светодиод. Может быть, у нас будет GPIO в нашем TPM. Может быть, будут похожие функции там же. Но на данный момент сейчас только были прототипы для исследования на Cortex-M3. Сам я делал эти прототипы. И... Да, это нужно разработать сначала. Да, это нужно разработать сначала. GPIO и STP. Спасибо большое. Вы думаете, вы можете это имплементировать в двухфакторную аутентификацию? Да и нет. Наверное, имплементировать только части. Это только базовые криптографические операции, типа... Они просто обычно используют кастомные форматы для данных. Когда у вас есть какие-то счетчики, которые инкрементируются и... Они... TPM не знают о файловой структуре, ничего не знают. Я думаю... Был такой TPM Metastation Mount режим. И... Если вы хотите работать над этим, начать работать над этим, просто подойдите ко мне. И я просто могу вам помочь. Буду рада вам помочь. Так что это много чего делать. Если кто-то из вас ищет то, что можно поделать, можно просто посмотреть на нашу страницу сообщества в GitHub и... И... Проскруйте down вниз. И там есть... И там есть большой список программ, в котором мы хотели бы иметь поддержку TPM. Различные приложения. Например, что такое, что-то простое, что-то типа GPG. Следующий вопрос. Сколько разных ключей или смарт-каров вы можете сохранять в TPM? Только один или несколько? Классная вещь, значит, этого... Концепт с концептом TPM, что TPM хранит только несколько ключей. В данном случае это только один. Все остальные ключи зашифрованы с помощью этого ключа и хранятся на диске. Вы можете как можно... сколько угодно ключей, поскольку у вас есть много места на диске. Например, можете использовать SQL для этого. Следующий вопрос. Спасибо за доклад. У меня есть вопрос, связан с kernel upgrades. Если я буду делать upgrade на моем kernel, вы думаете, что есть возможность измерять что-то, какой kernel у меня будет, и если будет разница на следующий boot? В теории, конечно, да, абсолютно. Это очень просто. Исследователи тебе скажут, что это можно сделать, а инженер скажет, что в этом есть проблема, потому что каким-то образом нужно знать референсы заранее. И затем нужно имплементировать это все. Распространение, проверка целостности и так далее. Была проблема. В основном это проблема инфраструктуры, нежели чем проблема самого TPM или ПО, которое использует TPM. Последний вопрос интернета. Если я не доверяю TPM моей машине, я могу использовать другой TPM от другого вендора? Да, насколько я знаю, есть совместимый SPI протокол и такой же pinout. Это довольно неплохая стандартизация, так что да, конечно, пожалуйста. Наверное, за исключением TPM, которые используются внутри Intel Management Engine, и потому что они находятся внутри и не используют никаких IOA. Спасибо большое. Если вы хотите вставлять контакт с Андреас, вы можете пойти на их web-страницу, которую вы только что видите. И спасибо большое за Андреас. ПОДПИШИСЬ!